Здравствуйте, дорогие друзья! 5 месяцев назад я волонтерила в нашем ботаническом саду в Питтсбурге. Мы пересаживали дендры в новые горшки, и я принесла домой псевдобульбы, которые нечаянно отломились при пересадке. Вот это видео я сняла в августе 2018 года. Два разных нобеля и кенгианум. Кенгианум прекрасно себя повел и растет очень хорошо. То, что стало с нобелей, я вам сейчас расскажу. Бульбы нобеля лежали в тенечке на улице 3 месяца. И в ноябре я решила сделать из них вот такой салат. Я их покрошила и решила получить от них детки, то есть размножить. Срезы я засыпала корицей, чтобы предотвратить инфекцию. И получился вот такой дендробиумовый салат. Кусочки нобеля я уложила в коробку из-под торта на влажный мох. И сейчас мы ее достанем и посмотрим. Что стало через 2 месяца после того, как они пролежали в этой влажной тепличке. Зимние будни Архамана. Вот здесь у меня топится снег, который я только что набрала. На улице у нас минус 20. Снег хрустит. И, слава богу, я не выращиваю в этом году в теплице. Еще хотела обратить ваше внимание на вот эту полочку. Я приобрела ее буквально вчера. Мы ездили в Айкею. Вот такие подносики в 3 уровня. Очень удобные для выращивания миничек. Ценник на ней был 10 баксов. Я подумала, о, дешево. Правда, потом пришлось доплатить по 5 баксов за каждый поднос. Сейчас одеваю перчатки, потому что последнее время у меня навязчивая паранойя по поводу всевозможных инфекций на орхидеях, по поводу черной гнили, трипсов. И скоро я выложу ролик про вирусы. Ну да ладно, это потом. Сейчас давайте откроем тепличку. Итак, повторюсь. Нарезанные бульбы Нобели пролежали там 2 месяца. Набухли почки. И посмотрим, что наросло. Ну, здесь явно можно начинать производство пенициллина из этой плесени. А также наросли у нас вот такие цветы. Помимо прекрасных цветов, вот здесь на срезах, которые я обработала корицей, все-таки выросли какие-то поганки. Ну, в том смысле, что грибок. Здесь я задумываюсь, может быть, корица подсушила срез. И грибок уже нарос позже, когда корица перестала работать. Но возьму это на заметку. Все-таки грибы даже на срезе, обработанном корицей, растут. Сама псевдобульба не загнила, и то уже хорошо. Я, конечно, планировала получить новые росты из этого гендробиума. Очень простой способ размножить его таким образом. Но почему-то у меня оказалось вот такое цветение. Что-то я не догоняю, чего я делала не так. Но цветы, конечно, красивые. Хотя узнаю, как цвел тот гендробиум, у которого отвалилась эта бульба. Но вот здесь еще есть почки. И у меня есть надежда, что все-таки, может быть, если я оставлю эти бульбочки в своей тепличке, то, может быть, я получу рост. Дайте знать, дорогие друзья, что вы думаете по этому поводу. На следующем пеньке вот здесь тоже бутон. Срез выглядит вот так. Бульбы не сгнили, но надо сказать, что за эти два месяца пару раз я их опрыскивала физаном, чтобы убить грибок, убить распространение плесени. Не перестаю удивляться этим орхидеям. Вот здесь тоже видно пимпочки. Пять месяцев назад была срезана эта бульба. И представляете, она продолжает жить, она продолжает давать жизнь, если не новым ростом, то цветоносом. Вот здесь один многообещающий и на другой стороне. Напишите, пожалуйста, в комментариях свой опыт, у кого появлялись новые росты, а у кого эти пеньки цвели, как у меня. Да, эта сучная бульба дала много почек, а вот эта практически высушенная изначально и уже пожелтевшая очень старая бульба, которая, видимо, цвела до этого, никаких признаков жизни не подала. И на изломе вот здесь видно, что она старая. Всё, это уже прутик. Также я подложила две вот такие палочки, веточки. Отрезанная псевдобульба от моего собственного дендробиум аносмум. Но время прошло мало, только один месяц. И опять же, если бульбы уже цвели, то второй раз они из этой же самой почки ничего нам не дадут. Да, цветы красивые. Я бы хотела, чтобы в моей коллекции был вот такой дендробиум нобели без названия. Ну, я бы его определила потом. В ботаническом саду горшок был не подписан. Был написано просто дендробиум ноу айди. Просто гибрид. Но даже эти два цветочка, я могу чувствовать их аромат. Мне нравится вот эта тёмная губа. Положу их обратно в тепличку, закрою. Слегка опрыскаю раствором физана. Обычно я развожу пол чайной ложки физана на литр воды, чтобы не росла плесень. Продолжим эксперимент. Прошу поделиться опытом, у кого он был удачный. И напоследок хочу показать в полном распуске мой дендробиум нобели, который называется Bridal Red Celebration, свадебный красный. Он у меня был в выпуске отцветения в январе. Но вот здесь ещё немножко кое-что уже отцветает. Нравится мне название этого растения и сама орхидея за её крупные цветы. Кустик такой маленький, но такой пышный. А когда вырастет большие, вот тогда будет шоу. Спасибо, дорогие друзья, что были со мной. Желаю здоровья вам и желаю здоровья вашим орхидейкам. Пока-пока.